Интересно, ситуация произошла, выступил Рашкин Валерий Федорович, открыто поддержал Навального, заявил, что его преследуют по политическим мотивам и так далее. Ну понятно, что это противоречит позиции Зюганова, который рассказывал, что Навальный там какой-то этот агент влияния Запада, ну и прочую хрень. И в общем-то, что я могу сказать, ну Рашкин проявил себя как самостоятельный политик, как единственный, подчеркиваю, единственный лидер КПРФ. И я думаю, что сейчас будет битва за беревенство в КПРФ, поскольку этот Зюганов все, изи все, да, и сейчас будет замена какая-то. Конечно, эту замену попробуют разыграть в Кремле и поставить какого-нибудь внука Зюганова или еще там кого-нибудь, кем очень легко будет управлять, потому что Рашкиным управлять трудно. Да, и я думаю, что он правильно себя проявил, политическую утилизацию провел Зюганова, совершенно точно это, то есть такое, вынес тело из политического мавзолея. Ну, что я могу сказать, это когда говорят по поводу там всякие придурки, по поводу Мальцев-человек-Володина. А почему Мальцев не человек Рашкина? Если, помните, Венедиктов очень любил ту фотографию, на которой Александр Петрович Харитонов, председатель Саратовской областной думы, и три заместителя. Рашкин, Володин, Мальцев. Так почему Володин, а не Рашкин, а? Вот удивительно. Или может быть каждый из нас сам по себе мальчик? Как видите, Рашкин сам по себе мальчик. Никто не говорит, что он человек Володина, да? Так что, молодец, Валерий Федорович, дай бог здоровья. Я могу сказать только в самой превосходной форме о Рашкине, да, он боец, он достаточно физически сильный человек, потому что он был чемпионом Советского Союза по альпинизму, он снежный барс. И до сих пор, находясь уже в таком взрослом возрасте, я бы сказал, каждый год совершает походы на Эльбрус, двухнедельные восхождения, они проводят. Это вот так отдыхает у него такой отдых, да? Так он проводит отпуск, в отличие от тех придурков, которые ездят там в Антин, блять, сидят на своих яхтах, греют пузо и так далее. Так что, крылатая фраза Рашкина, все решится на улице. Ну да, так оно и есть. Поэтому, когда там начинает кто-то грозить кому-то, чем-то там военно-полевыми судами и так далее, то все решится там. Все суды там будут. Рашкин и Володин враждуют. Ну, конечно, они не очень сильно любят друг друга. Безусловно. У них такое, как бы сказать, неприятие еще с первого созыва. Еще с 1994 года, когда мы пришли в Думу в первый созыв. Если в одном округе сойдут с Володиной Бондаренко, то за кого проголосует Саратов? Саратов, безусловно, проголосует против Володина, кто бы против него ни шел. Сейчас даже кошку посадишь и скажешь, проголосуйте за кошку или за Володину. Проголосуют за кошку. Другое дело, сколько чего нарисуют. Нарисуют, конечно, за Володина. Поэтому тут пофигу. Слава, ты неохотно рассуждать на вопрос про Бондаренко. Не видишь ли ты его своим соперником очень напористый молодой человек? В чем соперником-то? Я не слышал, что Бондаренко говорил про народовласть, про прямую демократию и про какие-то другие вещи. Бондаренко – это соперник Зюганова, а не Мальцева. Поверьте. Так что я симпатизирую Николая. Продолжение следует...